здравствуйте дорогие друзья я рад приветствовать вас в нашем рассаднике и сегодня я приглашаю вас вместе со мной посмотреть как зашла наша петуния которую мы сеяли 5 февраля сегодня у нас 11 февраля то есть прошло шесть дней сеяли мы в большие ящики уже большом объеме было посеяно порядка десяти тысяч семян и ящики которые взошли у нас вчера мы сняли с теплого места и поставили на стеллаж немножко в стороне от теплой трубы чтобы понизить температуру вот на этом стеллаже сейчас у нас температура воздуха порядка 18-19 градусов в пасмурную погоду ну и в солнечную погоду температура и 24 бывает и 25 но чем выше интенсивность освещения тем выше можно давать нашим растениям температуру вот эти семена проклюнулись буквально сегодня ночью поэтому они еще стоят над стеллажом но сегодня я сейчас буду убирать с этой теплоты потому что уже им будет здесь жарко и конечно же будем перемещать их более прохладное место это первое что надо сделать после всходов это конечно же понизить температуру поставить их другое место ну всходы вроде бы ничего не знаю хорошо ли видно мне кажется что вообще ничего не видно но возможно вы что-то рассмотрите почему так выглядят слабенько всходы петуни потому что мелкосемянное растение конечно но сколько семечка могло дать питание какое могло выйти из нее растение из этой маленькой семечки именно растение силы будет набираться сейчас уже когда появится корешок и начнется забор питания и влаги уже с почвы если посмотреть вот сходы бархатцев и как они отличаются ну крупная семечка есть друзья все-таки крупно рядом петунья мелкая семечка была и бархатцы насколько мощнее выглядят растения но ничего страшного питания свое догонит в утреннее время приблизительно в 6 часов утра мы включаем дополнительное освещение над растениями ну и выключаем часов 8 9 вечера почему такой длинный период ну вот смотрите если 6 до 6 это было бы 12 но мы передерживаем счет 3 часа 15 часов получается 16 часов сутки получается досветка потому что освещение которое смонтировано у нас она недостаточно интенсивная поэтому приходится подсвечивать несколько лишних часов для того чтобы хоть как-то восполнить недостаток освещения в вечернее время в ночное время поэтому подсветку мы делаем порядка 16 часов в сутки и конечно же полив вот сейчас я посмотрю как у нас здесь обстоит дело с влажностью ну проверяем пинцетиком почва влажно здесь поливать еще совершенно не нужно другое дело если мы посмотрим сейчас это микро зелень у нас кстати всходит вот у нас ящик который я только что снял с над трубой который стоял друзья здесь уже междуряди просохшие песочек сверху просохший но внизу под песочком все равно у нас влажно и скорее всего во второй половине дня я буду проводить полив аккуратненько по рядочкам под самый корешок чтобы не завалить эти растения они еще слишком слабы ну дней через десять я думаю смогу вам показать растения уже совсем не в таком виде они наберутся сил возьмут света зазеленеют их будет хорошо видно и они будут более крепки но мы будем продолжать выращивать вот такая ситуация после всходовая у нас каждый год если вдруг у вас в таком виде тоже находятся всходы не переживайте всегда так происходит после всходов но все со временем мы выравниваем если чем-то будут полезны наши видео то вы сможете это сделать вместе с нами все будет хорошо друзья и еще уже в конце видео хочу сказать вчера мы я озвучил свою идею насчет создания видеоролика с фотографий ваших спасибо большое очень много откликов очень много прислано фотографий и напомню с просьбой своей друзья указывайте пожалуйста имя возле фотографий своих и город с которого вы их присылаете для того чтобы я мог это все вставить и было видно что это именно ваша фотография и так далее вот на этом закончу свое видео спасибо всем за внимание всего вам доброго до свидания до новых встреч друзья кому видео вот это было полезным ставьте пожалуйста лайки всем до свидания